Дай почитать Средневековья в юбке. Вдова, причем вне зависимости от принадлежности к тому или иному классу. Если до замужества дочь графа, например, была леди Мэри Грей, то после практически теряла свое личное имя, называлась по фамилии мужа леди Дарнли, например. Став вдовой, по-прежнему именовалась по бывшему мужу, но добавлялось слово «вдобствующая». Поэтому правильная средневековая женщина, на вопрос «кто вы?» начинал с того девица, она женщина или вдова. Деньги принадлежали мужу, а женщина, хоть и была ему ровней, ни финансовой, ни уголовной ответственности не несла. Отсюда и чеки произошли. Дай женщине деньги, а потом не узнаешь, как она их потратила. Оплата расписками позволяла намного надежнее контролировать расходы. «Особый интерес вызывает рассуждение о женщине, как сосуде греха. Один человек из тысячи может быть чистым, женщина – никогда». Вот так припечатал святой Григорий Чудотворец в III веке. «Из всех диких животных самая опасная – это женщина, святой он Златоуст. Женщина – это дочь лжи, страшада, враг мира, святой он Дамаскин». Несмотря на этот весь антифеминизм, христианская церковь ставила женщину выше, чем кто-либо прежде, потому что именно она официально признала женщину человеком, пусть неравным мужчине, пусть его ухудшенным вариантом, но это был огромный шаг вперед. Объясняется это тем, что в христианстве, особенно в западном христианстве, есть два непререкаемых авторитета – сам Христос и его мать Дева Мария. Екатерина Мишаненкова опишет многогранное девичество, сто оттенков брака, материнство, торговлю телом, чему учили женщин, особое внимание уделит куртуазному культу прекрасной дамы, зародившемуся в конце XI века. Идеологом был трубадур Гильом IX, герцог Аквитании. Получилась очень хорошая книга у Екатерины Мишаненковой «Средневековье в юбке 12+.» Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская 65, Ленина 103А, Луганская 53 и Волкова 6А. До новых встреч! Дай почитать!